Когда вины были объявлены, патриарх Александрийский снял с Никона клобук и панагею и сказал ему, чтоб вперед патриархом не назывался и не писался, назывался бы просто монахом Никоном, в монастыре жил бы тихо и безмятежно, и о своих согрешениях молил всемилостивого Бога. — Знаю я и без вашего поучения, как жить, — отвечал Никон. — А что вы клобук и панагею с меня сняли, то жемчуг с них разделите по себе. Достанется вам жемчугу золотников по пяти и по шести, да золотых по десяти. — Вы, султанские невольники, бродяги, ходите всюду за милостынюю, чтоб было чем заплатить дань султану. Откуда взяли вы эти законы? — Зачем вы действуете здесь тайно, как воры, в монастырской церкви, в отсутствии царя, думы и народа? — При всем народе упросили меня принять патриаршество. — Я согласился, видя слезы народа. Слыша страшные клятвы царя, поставлен я в патриархии в соборной церкви, пред всенародным множеством. — А если теперь захотелось вам осудить нас и низвергнуть, то пойдем в ту же церковь, где я принял пастырский жезл, и если окажусь достойным низвержения, то подвергните меня, чему хотите. Ему отвечали, что все равно, в какой бы церкви ни было произнесено определение собора, лишь было бы оно по совету государя и всех архиереев. На Никона надели простой клобук, снятый с греческого монаха. Но архиерейского посоха и мантии у него не взяли. Страха ради народного. По одним известиям, по просьбе царя, по другим. Местом заточения для низверженного патриарха назначен был Ферапонтов Белозерский монастырь, куда отправились с ним два священника черных, два дьякона, один простой монах и два бельца. Садясь в сани, Никон стал говорить, обращаясь к самому себе. — Никон, отчего все это тебе приключилось? — Не говори правды, не теряй дружбы. Если бы ты давал богатые обеды и вечерял с ними, то не случилось бы с тобою этого. Никона везли из чудового монастыря под прикрытием ратных людей, но толпа народа следовала за ним. Позади сани шел спасоярославский архимандрит Сергий, и когда Никон начинал что-нибудь говорить, Сергий кричал «Молчи, Никон!» тот обратился к своему прежнему эконому. «Скажи Сергию, что если он имеет власть, то пусть придет и зажмет мне рот». Эконом исполнил поручение, причем назвал Никона святейшим патриархом. «Как ты смеешь, — закричал Сергий, — называть патриархом простого чернеца?» В ответ послышался голос из толпы. «Что ты кричишь?» «Имя патриаршеское дано ему свыше, а не от тебя, гордого!» Сергий обратился к стрельцам с требованием, чтобы схватили дерзкого. Ему отвечали, что он уже схвачен и отведен куда следует. Никон ночевал на земском дворе. На другой день, 13 декабря, назначен был выезд. Царь прислал Никону денег и шубу на дорогу. Тот не взял. Царь просил благословения себе и всему семейству своему. Никон не дал благословения. Народ стал собираться в Кремль. Ему сказали, что Никона повезут по Сретенке. Но когда толпы отхлынули в Китай, Никона повезли по другой дороге. Наблюдать за Никоном был послан Нижегородского Печерского монастыря Архимандрит Иосиф. 21 декабря Никон был уже в Ферапонтове. Первым делом Иосифа было потребовать от него архиерейскую мантию и посох. Никон отдал безо всякого возражения. Просил только, чтобы монахов и бельцов, которые с ним приехали, пускать по воле всюду, куда они не захотят. На смену Иосифу Нижегородскому отправился другой Иосиф, Архимандрит Новоспасский, которому дан был приказ. Беречь, чтобы монах Никон писем никаких не писал и никуда не посылал. Беречь накрепко, чтобы никто никакого оскорбления ему не делал. Монастырским ему владеть ничем не велел, а пищу и всякий келейный покой давать ему по его потребе. Но этот наказ не мог быть легко исполнен относительно ферапонтовского заточника. Никон по своей природе не мог оставаться в покое и оставлять с других в покое. Значение патриарха было слишком велико на Руси. Никон, будучи в Москве, будучи в Воскресенском монастыре, наделал слишком много шуму. Произвел слишком сильное впечатление, которое не теряло этой силы по мере отдаления от главной сцены действия. Русские люди того времени так легко подчинялись влиянию лица, умевшего внешними средствами выставить права, хотя бы даже мнимые, хотя бы даже исчезнувшие. Наконец, сам царь Алексей Михайлович по природе своей не давал Никону успокоиться. Сам поддерживал в нем мечты о возможности перемены. Сам поддерживал в нем притязания, назначения, высшие того, какое оставил при нем собор. Сильно раздраженный письмом Никона к патриархам, Алексей Михайлович схватился враждебно на соборе с прежним своим сабинным приятелем, когда увидал его лицом к лицу, так же гневного, по-прежнему гордого, неуступчивого, скорого на обиду. Но когда дело кончилось, приговор был произнесен, и вместо святейшего патриарха великого государя Никона В воображении царя явился бедный монах Никон, ссыльный в холодной пустыне Белозерской. Гнев прошел, прежнее начало пробуждаться. Алексею Михайловичу стало жалко, ему стало страшно. В религиозной душе царя поднимался вопрос, по-христиански ли поступил он? Не должен ли он искать примирения с Никоном, хотя и не был вправе изменять приговора Соборного? Мы видели, как он перед отъездом Никона Ферапонтов послал просить у него благословения. Потом, когда в 1667 году на перемену приставу Шепелеву послан был из Москвы Ферапонтов новый пристав, Наумов, то царь поручил ему также просить у Никона себе благословения и прощения. Но Никон не понял или не хотел понять побуждений, руководивших царем в этом случае. Не в его характере было сообразовываться с христианской заповедью о прощении врагов, о примирении с братом прежде преступления к алтарю. Он хотел воспользоваться совестливостью царя в этом отношении для улучшения своей участи. «Ты боишься греха, просишь у меня благословения, примирения, но я даром тебя не благословлю, не помирюсь. Возврати из заточения, так прощу». «Когда перед моим выездом из Москвы писал Никон царю, «Ты присылал Родиона Стрешнева с милостынью и с просьбой о прощении и благословении, я сказал ему ждать суда Божия». Опять Наумов говорил мне те же слова. «Я ему тоже отвечал, что мне нельзя дать просто благословение и прощение. Ты меня осудил и заточил, и я тебя три краты проклял по божественным заповедям, паче Содома и Гамора». Первый раз, как уходил с патриаршества ради гнева твоего, выходя из церкви, отряз прах от ног своих. Во второй раз, как приходил перед Рождеством и был изгнан, во всех воротах городских отрисал прах. Третий раз, как был у тебя в столовой, в другой раз, выходя, стал посреди столовой и, обратясь к тебе, отрисая прах ног, говорил, «Кровь моя, и грех всех буди на твоей главе». С этой же целью напугать царя, Никон Ферапонтове вздумал повторить то же, что он сделал в Москве во время суда над ним. 6 марта 1667 года является к Наумову монах и говорит ему от имени Никона «Пошли и за всякими запасами в Воскресенский монастырь. А государевых запасов принимать и есть мы не хотим, потому что Никон-патриарх на государя гневается. Государь его сослал в ссылку, а не вселенские патриархи. И за это нам, государево подаяние, принимать и есть нельзя». «Как ты смеешь называть Никона патриархом?» сказал Наумов монаху. «Тебя я не слушаю», отвечал тот. «А Никона и впредь буду называть патриархом и под благословение ходить. Слышали мы и то, что теперь поставлен новый патриарх, Йоасаф. И то непрямой патриарх. И вселенские патриархи непрямые, отставные и нанятые. Просили они у нашего Никона-патриарха посулу три тысячи и говорили «Ты у нас по-прежнему будешь патриарх». Никон трех тысяч им не дал, и они, зато на него осердясь, и отставили. Еще более придал духа Никону приезд стряпчего Ивана Образцова в июле 1667 года. Видя, что Наумов слишком строго держит заточника, Образцов посадил Наумова в старушку, где тот и сидел часа с три. Никон сердился и говорил «Степан мучил меня тридцать недель, а я его посадил только на три часа». Наумов пришел к нему просить прощения, кланялся и говорил «Я человек невольный. Как мне приказано, так и делал». Никон за эти слова его простил, и с тех пор началась у них дружба. Пристав начал приходить к Никону и рассказывать всякие вести из Москвы. Оба и пристав, и заточник с одинаковую легкостью верили всяким слухам. Так однажды люди Наумова, возвратясь из Москвы, рассказывали, что Никону быть папою. Наумов испугался, начал Никона патриархом звать и под руки водить, толковал «Дай государю благословение и прощение, а государь тебе ни за что не постоит, голова моя в том». Рассказывал, будто государь, отпуская его у Ферапонтов, наказывал умаливать Никона о благословении и прощении. А когда он запросил наказа на письме, то Алексей Михайлович рассердился и сказал «Что ж мне тебе запись дать, чтоб ты ее с женою дома читал, а словам моим не веришь». С 23 июля начали к Никону приезжать всяких чинов люди – из городов посадские, с Белоозера земской избы староста до кружечного двора голова, каргопольцы, из разных монастырей монахи, из девичьего скресенского монастыря игуменя Марфа. Все эти гости подходили к Никону под благословение, целовали его руку, величали патриархом, сидели у него в келье с утра до вечера. В девичий монастырь за монахинями Никон посылал на монастырских подводах, стал владеть всем монастырем и монастырскую водчину. На представление Наумова отвечал сердцем «Не указал тебе, государь, ни в чем меня ведать». Из старых водчин его, из села Коротково, из села Богословского, начали приезжать монахи и крестьяне с челобитиями у Букази и привозили деньги. Наумов по наказу запрещал давать Никону бумагу и чернила. Тот дразнил его «Ты мне запрещаешь давать бумаги и чернил, а я с Москвы с собой привез четыре чернильницы и бумагу. Вот, смотри!» И показывал бумаги «Десяти с восемь». Архимандрит Иосиф и ферапонтовский игумен Афанасий увлеклись общим примером. Начали Никона называть патриархом, целовать в руку, вспоминать на ектиниях по-прежнему. Иосиф дурно отзывался о новом патриархе Иоасафе. Никону это очень нравилось, и он дарил Иосифа сукнами и шубами. Но почет, оказываемый ферапонтове, не мог утешить Никона, который жаждал возвращения ссылки, об этом возвращении не было слуху. В августе пришел указ из Москвы взять и сослать служку Яковлева за то, что он, не спросясь с Наумовым, ездит всюду по поручению Никона. Никон по своему обычаю вспылил, называл Наумова вором, царскую грамоту ложную, кричал. Это все делает Дементий Башмаков без государева указа. Покричавший, наконец, выдал служку. Этот случай показал ему, что в Москве не только не думают о его возвращении, но даже и о смягчении наказа приставу. Никон попробовал, нельзя ли уступчивостью получить то, что прежде хотел взять жесточью, угрозою. Прежде он отказывал дать царю благословение и прощение, требуя, чтобы царь сперва возвратил его из ссылки. Теперь он посылает благословение и прощение в надежде, что следствием этого будет возвращение из Ферапонтова. Он призвал Наумова и спросил, «Какой с тобою ко мне приказ от великого государя?» Наумов повторил, что государь приказывал просить его о благословении и прощении. Тогда Никон отдал ему письмо для отсылки к государю. «Великому царю-государю и великому князю богомолец ваш смиренный Никон, милостью Божию патриарх, Бога моля, челом бью». В нынешнем 176-м, то есть 1667-м году, с сентября 7-го приходил ко мне Степан Наумов и говорил мне вашим государским словом, что велено ему с великим прошением молить и просить о умерении, чтобы я, богомолец ваш, тебе, великому государю, подал благословение и прощение, а ты меня по своему государскому рассмотрению милостью своею пожалуешь. И я тебя, царицу, царевича и царевин, благословляю и прощаю. А когда ваши государские очи увижу, тогда вам, государям, со святым молитвословием наипаче прощу и разрешу, як уже святой Евангелие наказует, и деяния святых апостол всюду с возложением рук прощения и цельбу творить». Но прошел год, из Москвы ответа не было. Никон вышел из терпения и решился напомнить о себе другим способом. В октябре 1668 года явился в Москву от него монах Флавиан и подал царю письмо. «И же жив сый, привмененный, с нисходящими в ров, сидя и во тьме, и сей несмертней, окован нищетою паче желез, богомолец ваш смиренный Никон, милостью Божию патриарх. Извещаю вам, великим государям, за собою великое ваше слово, описать тебе нельзя, боюсь изменников твоих. «Послыша, такое твое большое дело меня изведут, а твое дело погаснет безвестнее». Пристав Степан Наумов, приходя, сказывал мне милость твою с часу на час, со дня на день, с месяца на месяц. Но твоя милость удалилась от меня, за не прогневал ярость твою, и я, видя, что дело твое замедлилось. Седьмого сентября призывал келье новоспасского архимандрита Иосифа, стрелецкого сотника Саврасова, перапонтовского игумена Келлари и всех стрельцов и сказывал твое великое слово, «Чтобы архимандрит и сотник дали мне под воду и провожатых добрых, с кем бы мне к тебе с этим великим делом отпустить своего человека?» И дело им объявил твое безголовное, что на Москве изменники твои хотят тебя очаровать или очаровали. Архимандрит, сотник и стрельцы согласились, но измене Келлари Макари начал кричать, «Нам через государев указ подвод давать нельзя». «Я сотнику и стрельцам велел взять моих лошадей и велел к тебе писать, что от меня слышали». Но Келлари для письма подьячего не дал. Я говорил сотнику, чтобы ехал он сам и без письма. Сотник хотел ехать, но Степан Наумов прислал человека своего. Колоб, прибежав на монастырь, кричал, что Степан не велел никого отпускать и лошадей не давать. Приехал и сам Степан на конюши двор со слопом. Сотника и стрельцов хотел бить, лошадей всех взял к себе в руки и никому не дал, кричал, «Увижу, кто поедет!» «Что он меня стращает?» Продолжение следует... Продолжение следует...